Итак, добрый день, глубоко уважаемые коллеги и гости. Сегодня 4 марта 2021 года, 11.00 по московскому времени. Позвольте заседание диссертационного совета по защите диссертации Рыбаковой Юлии Владимировны на соискании ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 08005 экономика и управления народным хозяйством, управления инновациями на тему концепции совместного создания ценностей при разработке инновационных продуктов считать открытым. Объявляется технический перерыв. Продолжение следует... 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 Вы нас слышите? Видите? Скажите, пожалуйста... Продолжение следует... 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 И заключительное слово соискателя. И заключительное слово соискателя. И приказом ученого-секретаря СПБГУ Гнётова Александра Валентиновича. От 24 декабря 2020 года номер 117-58-1. Рыбакова Юлия Владимировна написала свое диссертационное исследование на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Научным руководителем ее является доктор экономических наук профессор Молчанов Николай Николаевич. Количество публикаций соискателя, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, согласно представленному списку, включает 7 работ. В рецензируемых научных изданиях из перечня утвержденного Минобранауки Российской Федерации 4 публикации. В изданиях, индексируемых в наукометрических базах данных Web of Science и Scopus, одна публикация. Также соискатель представила ученому секретарю СПБГУ Гмётову Александру Валентиновичу полный текст документов для принятия к рассмотрению и защите диссертации. Все документы соответствуют пункту 12 из раздела 3 порядка. Все представленные соискателем документы, полученные мной информацией от куратора, соответствуют требованиям и хранятся в аттестационном деле соискателя. Копии их есть у сотрудника отдела по обеспечению деятельности диссертационных советов, который сейчас присутствует на заседании. Перед тем, как предоставить слово соискателю, есть ли у вас, уважаемые члены диссертационного совета, у вас какие-либо общие вопросы к соискателю, в том числе, есть ли необходимость оглашать и рассматривать весь список представленных соискателем документов на защиту. Коллеги, тогда вопросов нет и продолжаем наше заседание. Краткий доклад соискателя Юлии Владимировны. Пожалуйста, вам слово. Напоминаю, что не более 15 минут. Спасибо. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые присутствующие. Разрешите представить вашему вниманию результаты диссертационного исследования на тему «Концепция совместного создания ценности при разработке инновационных продуктов», выполненного под научным руководством доктора экономических наук профессора Николая Николаевича Молчанова. Прежде всего, стоит говорить об актуальности данной тематики. В настоящее время механизмы взаимодействия производителя и потребителя претерпевают колоссальные изменения. Деятельность компаний, ориентированных на успех в среднесрочной перспективе, становится критически зависимой от потребности конечного клиента. Поэтому, не включая потребителя в процесс разработки и производства инновационных продуктов, компании будет достаточно сложно достичь конкурентных преимуществ. Сутью концепции совместного создания ценности является интеграция усилий всех участников процесса для максимального удовлетворения потребностей человека. Таковым участникам можно отнести науку, различные виды бизнеса, государство и, естественно, самого человека как потребителя. Современный университет является центром, в котором на базе взаимодействия науки, бизнеса и потребителей рождаются конкурентоспособные инновации. Однако в большинстве компаний и университетов не уделяется достаточного внимания реализации концепции совместного создания ценности в процессе создания новых продуктов и технологий. Следует отметить, что в научных публикациях данные вопросы недостаточно изучены и им уделяется недостаточно внимания. В связи с обозначенным пробелом была разработана цель работы, а именно анализ использования концепции совместного создания ценности в деятельности инновационно ориентированных компаний, а также форм ее реализации при развитии инновационной инфраструктуры университета. Разработанная цель определила задачи работы, представленные на слайде. Объекты предмета исследования представлены также на слайде. Кроме того, на слайд вынесена информация о источниках, составляющих информационную базу исследования. Научная новизна диссертационного исследования изложена в шести пунктах, перечисленных на слайде. Далее перейдем к поэтапному рассмотрению каждого из этих пунктов. Итак, первый результат касается понятия, введенного автором, понятия клиентоориентированных инноваций. Клиентоориентированные инновации – это инновации всех видов и типов, полученные в результате интеграции потребителя в инновационный процесс на любых стадиях инновационного цикла. Необходимо отметить, что клиентоориентированные инновации чаще всего являются инкрементальными, то есть улучшающими текущие технологии и продукты. В диссертационной работе было обосновано положение о переходе клиентоориентированным инновациям в результате исследования теоретических подходов и бизнес-моделей в рамках теории открытых инноваций. Переход клиентоориентированным инновациям трансформирует модели компаний, в которых процесс вовлечения покупателей соотворчества и сопроизводства становится основным. Второй пункт научной новизны связан с проведением эмпирического исследования, целью которого было проведение анализа практики использования инструментария концепции совместного создания ценности со стороны российских инновационно ориентированных фирм и форм ее реализации в рамках компаний. В рамках исследования были опрошены менеджеры инновационных компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Исследование проводилось дважды – в 2014 и в 2017 годах. В рамках первого опроса было получено 42 ответа, в рамках второго – 102. Наиболее интересный результат заключается в том, что вне зависимости от сферы деятельности и размера компаний, механизмы совместного создания ценностей присутствуют в деятельности компаний, но используются недостаточно активно. При этом доминирует использование простейших механизмов взаимодействия с потребителем. Констатировано, что успешному внедрению механизма совместного создания ценности препятствовали кризисные явления в экономике. Третий пункт научной новизны касается модификации одного из методов взаимодействия компании и потребителя – методики структурирования функции и качества. Данная методика была модифицирована с применением концепции совместного создания ценности. Классическая методика структурирования функции и качества не учитывала готовности заказчика брать на себя определенные функции по производству и сервисному обслуживанию нового товара. Поэтому было предложено поменять структуру комнат дома качества с тем, чтобы учесть выбираемые клиентом дополнительные опции по товару и функции производства и сервисного обслуживания, которые заказчик готов взять на себя. Кроме того, предложено дополнить методику расчетом показателя индекса конкурентноспособности, показывающего, в какой степени разрабатываемая продукция соответствует идеалу покупателя, а не только отставание или превосходство над имеющимися аналогами. Практическая апробация методики была проведена на примере разработки компании новой системы «Умный дом». В ходе проведенного анализа были выявлены основные, наиболее важные характеристики системы «Умный дом» для потребителя. Отметим, что в рамках исследования были определены как технические показатели устройств, так и качественные параметры. Все анализируемые показатели представлены в таблице на слайде. В результате было выявлено, что фирма разрабатывает и выводит на рынок конкурентноспособный продукт. Кроме того, за счет предоставления клиенту самостоятельного выбора необходимого набора услуг, компания имеет возможность существенно варьировать цену по сравнению с конкурентами. Следующий пункт научной новизмы отражает авторскую модификацию функциональной организационной структуры или бригады маркетингового действия, занимающейся разработкой инноваций на базе концепции совместного создания ценности. В дополнение к традиционным позициям разработчика, финансового аналитика и маркетолога, в состав группы введен представитель заказчика или потребитель. Отметим, что покупатель должен получить право принимать решения, а также участвовать в разработке продукта на всех стадиях инновационного цикла. Таким образом, создается диалог между производителем и потребителем, и в итоге потребитель получает желаемый продукт. Пятый пункт научной новизны связан с проведением двух эмпирических исследований, а именно были проведены опросы студентов Санкт-Петербургского государственного и Таллиннского технического университета. Цель первого опроса состояла в определении уровня инновативности и склонности современного потребителя к участию в сотворчестве и сопроизводстве при разработке инновационного продукта, а также факторов, влияющих на это в зависимости от страновой принадлежности респондента. В рамках исследования было опрошено 1207 респондентов. Характеристика исследования представлена на слайде. Второе эмпирическое исследование было направлено на выявление отношения студентов к возможности развивать и финансировать проекты, а также заинтересованности их в развитии бизнес-инкубатора при Санкт-Петербургском государственном университете. В рамках исследования было опрошено 493 респондента. Характеристика исследования также представлена на слайде. Отметим, что все результаты были проанализированы с применением частотного и регрессионного анализа и использованием коэффициента корреляции. Наиболее интересный результат заключается в том, что страновая принадлежность респондентов сказывается лишь на мотивационных причинах участия в совместных разработках. В остальном кардинальных отличий по выборкам определено не было. В целом, результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что наиболее значимым фактором для потребителей инновационной продукции являются функциональные характеристики цена и внешний вид продукта. Это влияет на желание потребителя участвовать в совместных разработках, так как он может изменить продукт и даже повлиять на его итоговую стоимость. Через выявление коллекционных взаимосвязей и построение регрессионных моделей было определено, что на склонность к участию в сотворчестве влияют такие факторы, как пол, доход, уровень образования и уровень инновативности. Кроме того, результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что студенты обладают высоким уровнем заинтересованности в участии в деятельности бизнес-инкубатора при университете. На основании результатов исследования инновативности, склонности к сотворчеству и желания участвовать в деятельности бизнес-инкубатора у студентов можно говорить о необходимости модернизации инновационной инфраструктуры университета. Таким образом, последний шестой пункт научной новизны описывает модель инновационной инфраструктуры университета, которая включает в себя краудсорсинговую и краудфандинговую платформы. Реализация платформ краудсорсинга и краудфандинга на базе бизнес-инкубатора будет являться конкурентным преимуществом по сравнению с другими инкубаторами при университетах. Определено, что эффективность предлагаемой модели инновационной инфраструктуры обуславливается реализацией концепции четвертой спирали, позволяя создавать перспективные стратегические альянсы между университетской наукой, государством, бизнесом и потребителем. В рамках платформы совместного создания ценности будет происходить не только развитие и доработка бизнес-идей, научных теорий, но и оказывается консультационная поддержка. Это послужит стимулом к регистрации и открытию новых малых инновационных предприятий, что в свою очередь также благотворно скажется на экономике региона. Подводя итог перечисления пунктов, выносимых на защиту, разрешите обратить внимание на соответствие их паспорту научной специальности, а именно пунктов 2.3, 2.6, 2.7, 2.11, 2.14, 2.24. Завершая выступление, уместно упомянуть, что часть предложенных модификационных методик внедрены и используются в практической деятельности холдинга JS Group. Спасибо за внимание. На этом мое выступление закончено. Спасибо, Юлия Владимировна. Пожалуйста, член диссертационного совета, какие у вас есть вопросы к Юлии Владимировне? Есть ли вопросы к Юлии Владимировне по ее докладу? Олег Владимирович, пожалуйста, вам слово. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Матавилов Олег Владимирович. Юлия Владимировна, у меня вот вопросы больше по третьей главе вашей работы. Ну вот три вопроса, наверное, я задам. Первый вопрос такой. Вот если мы вообще будем рассматривать краундфандинговую платформу, вот у вас как раз предложение создать при бизнес-инкобаторе краундфандинговую платформу. Вообще для потенциальных инвесторов, в принципе, интересны вот те платформы краундфандинговой, на которых представлено достаточно много различных предложений, чтобы, в общем, было из чего убирать, была определенная масса проектов. В этом отношении, вот не кажется ли вам, что площадка при бизнес-инкобаторе краундфандинговой будет, в общем-то, заведомо таким, ну, проигрышным вариантом? Потому что у нас пока, вот как раз у нас тут стенд, я увидел, вот там внизу 17 инновационных предприятий. То есть за время существования в университете уже центра специального по поддержке таких предприятий, за время существования бизнес-инкобатора, а ему уже два с половиной года, в общем-то, исполнилось официально, а неофициально даже больше, у нас было создано всего менее 20 малых инновационных фирм. Отсюда вот вопрос, а, собственно, что будет на этой краундфандинговой площадке обсуждаться, если нет такого желания, вообще говоря, создавать предприятие и заявлять свои проекты. Учитывая, что в России уже действует много краундфандинговых платформ, и там, в принципе, достаточно большие объемы предложений. Это первый вопрос. Наверное, сразу. Олег Владимирович, спасибо за вопрос. Да, вы абсолютно правы, все когда-то зарождается и все начинается. Поэтому, безусловно, есть несколько вариантов развития данного аспекта. Первоначально, на начальном этапе, возможно, не только создание новой платформы, но интеграция существующей краудсорсинговой или краудфандинговой платформы в текущую деятельность бизнес-инкубатора, то есть как партнерские отношения. Соответственно, на данной платформе будут представлены не только те проекты, которые существуют в рамках бизнес-инкубатора университета, но и, соответственно, сторонние проекты, которые, возможно, будет также обсудить и профинансировать при возможности. И в дальнейшем при развитии деятельности и бизнес-инкубатора, и набора оборотов платформ краудсорсинга и краудфандинга при необходимости можно будет их выделять в самостоятельные платформы, именно университетские, если обороты будут позволять. Спасибо. Второй вопрос. Если взять действующую инновационную инфраструктуру Санкт-Петербургского университета, она у вас, кстати, в диссертации приводится, там на странице 129, то она в себя включает в том числе, во-первых, научный парк, и, во-вторых, отдел организации внешнего финансирования научно-исследовательских работ. Это в рамках управления научных исследований Санкт-Петербургского университета. Вот сейчас. Вы предложили новую, по сути говоря, она у вас присутствовала в презентации, новую схему инновационной инфраструктуры университета, и я, честно говоря, там не увидел вот этих двух структурных подразделений в той схеме. Вот почему так? Спасибо за вопрос. Соответственно, данные схемы, можно сказать о том, что интегрированы в том числе в те структуры, которые представлены на слайде, это Центр интеллектуальной собственности, трансфер технологий и бизнес инкубатор. Это, скажем так, кумулятивные показатели, которые в том числе интегрируют те структуры, которые были описаны в работе, которые относятся к инновационной инфраструктуре университета. Поэтому, конечно, мы никоим образом не исключаем отмеченные мной уже структуры в работе из инновационной инфраструктуры СПВГУ при ее модернизации. То есть, по сути, я этого не уловил, честно говоря, из работы. То есть, по сути, вы предлагаете здесь, ну, как бы некую реорганизацию Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий, потому что сейчас это как бы отдельное структурное подразделение, а вот те два подразделения, о которых я сказал, научный парк, отдел организации внешнего финансирования, это другие подразделения университета. Вот, вы предлагаете, по сути, Центр наделить функциями одновременно тех двух подразделений или как? Или их интегрировать в одну? В принципе, как один из вариантов, да, это возможно. То есть, как один из вариантов реализации данной модели. А такой вот вопрос. А вы не проговаривали это с руководством этих подразделений? Как они к этому будут относиться? Это все в процессе обсуждения. Понятно. И третий вопрос у меня. Вот на странице 96 диссертации вы говорите о том, что бизнес-инкубаторы начинают приносить финансовую выгоду для университетов, при которых они созданы в среднем лишь на пятом году функционирования. В связи с этим два вопроса к вам. Во-первых, откуда такая статистика? Там не было ссылки на источники информации. Вот я как-то, ну, раньше такую информацию не встречал, поэтому мне интересно, откуда вы это взяли. И второй вопрос, такой более, может быть, конкретный. А в чем, собственно, состоит эта выгода? То есть, вот вы говорите, бизнес-инкубаторы начинают приносить финансовую выгоду для университетов на пятый год. В чем эта финансовая выгода для университетов от бизнес-инкубатора, по вашему мнению, заключается? Соответственно, отвечая на первую часть вопроса, данный вывод был сделан, исходя из экспертного мнения, в том числе и авторского, благодаря тому, что автором было проделана на протяжении многих лет большая работа по изучению деятельности бизнес-инкубаторов, в том числе и европейских, и российских аналогов, которые также приведены в работе. И, соответственно, как экспертное мнение был сделан вывод о том, что финансовая выгода и затраты окупаются в среднем к пятому году существования бизнес-инкубатора. Если говорить о том, какая это может быть финансовая выгода, то в первую очередь это те денежные потоки, которые поступают от участия университета или аффилированной компании с университетом, которые входят в уставной капитал создающейся компании при бизнес-инкубаторе. Это денежные потоки от сдачи в аренду каких-либо помещений, от оказания консалтинговых услуг и прочего. То есть в том числе это те денежные потоки, которые резиденты бизнес-инкубатора приносят в университет. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, есть ли еще вопросы к Юлии Владимировне? Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, у меня есть вопрос. Юлия Владимировна, скажите, пожалуйста, рассматривали ли вы направление расчета эффективности внедрения концепции совместно с созданием ценностей в компаниях? Ольга Николаевна, спасибо за вопрос. Нет, исходя из математических расчетов, мы в данной работе не рассматривали данный аспект. Соответственно, это также было, может быть, кратко рассмотрено, но в качестве умозаключения экспертных мнений. Спасибо за ответ. Уважаемые ценности при разработке инновационных продуктов применительно к рассмотренной вам подробно структуре университета. Есть тут перспективы использования технологий блокчейн, которые сейчас много об этом говорят? Или распределенных или истинных? Владимир Владимирович, спасибо вам за вопрос. Я думаю, что безусловно есть, поскольку технология блокчейн сейчас на протяжении последних трех лет активно входит во все сферы и отрасли бизнеса, поэтому почему бы при существовании достаточного объема данных или необходимости кодирования этих данных, почему бы не внедрить эту технологию в деятельность инновационной инфраструктуры университета при необходимости? Но мы также должны понимать, что это достаточно капиталоемкая технология и требующая больших ресурсов по внедрению и достаточно стабильных ресурсов по ее обслуживанию. Поэтому вопрос о необходимости и адекватности внедрения этой технологии остается открытым. И если позволите, еще один вопрос. Вот у вас результаты вашего исследования показывают такой факт, что инновационность в Таллиннском учебном заведении в Эстонии более высокая, чем в Санкт-Петербургском государственном университете. Вопрос такой. Как вы считаете, можно ли специальными какими-то особыми мерами организационными компенсировать вот эту более низкую инновационность и за счет этого достичь результата? Или это все-таки нужно основное, вот как по вашему мнению, сосредоточиться на поднятии инновационности студента? Потому что в принципе это тоже управляемый параметр. Как вы считаете, организационная тут или непосредственно на людей ориентироваться? Понятен вопрос? Да, спасибо. Вопрос понятен. Я, безусловно, считаю, что в рамках любой ин-группы, если она ограничена каким-либо барьером, то есть в данном аспекте мы обсуждаем именно университет, искусственно поднять любой фактор мы можем. В том числе мы можем искусственно стимулировать развитие инновационности студентов Санкт-Петербургского университета за счет проведения различных мероприятий, за счет вовлечения их в какую-либо инновационную деятельность. Таким образом, они через, скажем так, легкое принуждение и стимулирование в итоге обретут желаемый, требуемый нами показатель. Но опять-таки, как мы понимаем, в любой ин-группе возможно варьировать показатели и работать с ними при постановке такой цели и задачи. У меня тогда еще один маленький вопрос будет для интереса. Если позиционировать Санкт-Петербургский государственный университет как центр превосходства, то скажите, пожалуйста, какие перспективы в плане развития инновационной инфраструктуры Санкт-Петербургского университета необходимо сейчас уже как бы вот видеть и закладывать для будущего, для усиления Санкт-Петербургского университета как центра превосходства? Лена Михайловна, спасибо вам за вопрос. Я предполагаю, что любая работа по усилению узнаваемости бренда среди окружения, любая работа по увеличению связей университета, по расширению доступа каким-либо ресурсам, которые университет может предоставить как своим студентам, так и выпускникам, и сотрудникам университета, будет полезным для того, чтобы спустя какое-то время, может быть даже короткое время, ощутить реальный эффект и понять, что университет действительно поднял свою инновационность и усилил свои позиции сначала, может быть, на российской арене, а потом уже и на мировой. То есть в первую очередь это та работа, которая связана с коммуникациями, с другими связанными субъектами, то есть, допустим, государственными органами власти, бизнесом, но и, безусловно, научными связями, которые университет уже обладает. Так, хорошо, спасибо вам за ответ. Тогда мы продолжаем наше заседание. Поступил внешний отзыв от Бояркова Федора Валентиновича, это директор по развитию производства холдинга JS Group, и сейчас я вам его зачитаю. Значит, отмечается, что диссертационная работа Рыбаковой Юлии Владимировны представляет собой оригинальное, самостоятельное, законченное научное исследование, практические выводы которого были опробированы Юлией Владимировной при разработке и оценке новых проектов холдинга и в рамках участия в экспертных группах. Необходимо также отметить, что стремление компании выжить в конкурентной борьбе приводит к необходимости использования новых методик при разработке инновационной продукции. В рамках деятельности производственного департамента холдинга Юлия Владимировна неоднократно доказала рыночную эффективность, неэффективность проектов с использованием концепции совместного создания ценности. В том числе большой вклад был сделан по разработке новой системы «Умный дом» с использованием модифицированной методики структурирования функций и качества. Также были выявлены потенциально новые группы потребителей и определены их потребности. Это позволило сформировать новое продуктовое предложение компании на рынке. Кроме того, Юлия Владимировна является экспертом рабочей группы, созданной при ассоциации консорциум радиоэлектронной промышленности по оценке разработки сквозных проектов. В рамках данной группы проводится работа не только по прогнозированию объемов, выявлению потенциальной потребности рынка, но и по верификации продуктового плана отрасли с конечными потребителями. В рамках экспертных сессий Юлия Владимировна смогла в полной мере опробировать модифицированную методику бригад маркетингового действия и на практике продемонстрировать навыки и актуальность применения концепции совместного создания ценностей. В результате работы данной группы был сформирован и направлен пакет документов в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с целью разработки новых и оптимизации имеющихся финансовых инструментов по поддержке для отрасли при реализации новых проектов. В диссертационной работе Рыбаковой Юлии Владимировны предложены важные, актуальные механизмы и методики взаимодействия компании и потребителя по разработке и выводу на рынок конкурентноспособной продукции. Важным аспектом является то, что данные методики могут быть практически применимы на различных рынках. Это и демонстрирует Юлия Владимировна на практике, работая над оценкой различных проектов холдинга GS Group. И заключение диссертации Рыбаковой Юлии Владимировны на тему «Концепция совместного создания ценностей при разработке инновационных продуктов» соответствует основным требованиям, установленным приказом от 01.09.2016 года, номер 6821-1 о порядке присуждений ученых степеней Санкт-Петербургском государственном университете. Соискатель Рыбакова Юлия Владимировна заслуживает присуждений ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08005 экономика и управления народным хозяйством, управления инновациями. Пункт 11. Указанного порядка диссертантам не нарушен. Подпись Баргаякова Федора Валентиновича от 8 февраля 2021 года. Спасибо, коллеги. Дальше переходим к выступлениям членов диссертационного совета. Слово для отзыва предоставляется Матавилову Олегу Владимировичу. Пожалуйста, Олег Владимирович, Вам слово. Спасибо. Уважаемые коллеги, диссертационное исследование Юлии Владимировны Рыбаковой посвящено анализу концепции совместного создания ценностей в деятельности инновационно-ориентированных компаний. Автор исходил из справедливой посылки, что для успешного существования фирмы на рынке необходимо ориентироваться на потребителей и учитывать его мнение. Такой подход приводит к возможности так называемого совместного творчества, когда клиент увлекается в создание ценности продукта, что становится возможным при условии различных организационных изменений внутри самих фирм. Изменение роли потребителя помогает компаниям добиваться успеха на рынке. Однако, несмотря на то, что концепции совместного создания ценности посвящены многочисленным исследованиям как за рубежом, так и в России, нельзя не признать, что инструменты этой концепции на практике пока востребованы лишним большим кругом передовых высокотехнологичных компаний. Поэтому сформулированные автором в работе цели и задачи являются, безусловно, актуальными, а их достижения имеют высокое научно-практическое значение. В качестве объекта исследования диссертант определил инновации, создаваемые с участием потенциального потребителя, так называемой клиента ориентированной инновацией. В первой главе работы автор анализирует сущность и тенденции развития упомянутой концепции, а также использование соответствующих инструментов инновационно-ориентированной компанией в России. Отмечается, что реализация концепции дает возможность устранить информационную асимметрию между производителем и потребителем. Страница 14 диссертации. При этом автор формализовала различные варианты вовлеченности потребителей в процесс совместного создания ценности. Страница 16.17. В зависимости от размера фирмы, ее целей и рыночного сегмента, на котором она функционирует, автор выделяет пять ключевых моментов взаимодействия между компанией и ее потребителями. Страница 19-21. Также госпожа Рыбакова справедливо ограничивает применимость концепции, указывая, что клиенты ориентированной инновацией чаще всего являются инкрементальными, то есть только улучшают текущие технологии или продукты. Страница 29. Интерес в параграфе 1.3 представляют результаты проведенного исследования практики применения инструментария маркетинга отношений и концепции совместного создания ценности в деятельности именно российских инновационно-ориентированных компаний. Во второй главе автор рассматривает активно применяемую в мировой практике методику структурирования функций и качества и делает вывод о необходимости ее модификации с учетом методологии и концепции совместного создания ценности, для чего в нее вносится ряд корректировок. Также данная методика дополняется расчетом индекса конкурентоспособности на базе показателей степени удовлетворенности покупателя. Модифицированная методика была опробирована автором на примере разработки нового продукта компании, которая занимается внедрением на рынок системы «Умный дом». В третьей заключительной главе авторам были представлены результаты двух собственных исследований об уровне инновативности и склонности к сотворчеству среди студентов Санкт-Петербургского госуниверситета и Таллиннского технического университета, а также о наличии у студентов СПБГУ заинтересованности в создании университетского бизнес-нокубатора и готовности принимать участие в его работе. Отдельно отмечу, что в заключительном параграфе 3.4 полученные в диссертации результаты позволили автору сформулировать некие итоговые рекомендации по совершенствованию инновационной инфраструктуры Санкт-Петербургского госуниверситета с учетом концепции совместного создания ценностей. Оценивая работу в целом, отмечу, что она представляет собой оригинальное исследование актуальной проблематики современного развития маркетинговой инноваций, связанной с реализацией упомянутой концепции при разработке инновационных продуктов. Научные выводы и рекомендации, сформулированные диссертантом, имеют теоретически обоснованный характер. Достоверность положений, содержащихся в работе, не вызывает сомнений и базируется на анализе научных трудов, как российских, так и иностранных авторов. Автор использовал законодательные нормативно-правовые акты различного уровня, специализированные интернет-ресурсы. Диссертант имеет 7 публикаций, включая в том числе статьи в журнале, входящем в базу Web of Science. Научная новизна положений и выводов диссертационного исследования, на мой взгляд, сводится к следующим положениям. Первое. Предложен и определен термин клиента ориентированных инноваций, являющихся преимущественно инкрементальными. Страница 28.30. Второе. Исследована практика применения инструментария маркетинга отношений и концепции совместного создания ценностей в деятельности российских инновационно-ориентированных компаний, в ходе которой проверялось 6 авторских гипотез, 4 из которых были подтверждены. Страница 32.44. Полученные результаты позволили определить степень вовлеченности российских инновационно-ориентированных компаний в процесс совместного создания ценности. Третье. Авторам предложен ряд рекомендаций с целью модернизации методики структурирования функций качества с применением концепции совместного создания ценности. Страница 54.55. Четвертое. Авторам обоснована целесообразность реорганизации функциональной организационной структуры компании, занимающейся разработкой конкурентоспособных инноваций на базе концепции совместного создания ценности. В рамках рекомендованной модификации, в дополнение к ролевым позициям разработчика, финансового аналитика, маркетолога, в состав группы, так называемой бригады маркетингового действия, было предложено ввести представителя заказчика, ну иначе говоря, потребителя инновации. Страница 61.62. Пятое положение. На основании результатов исследования инновативности и склонности к сотворчеству среди студентов СПБГУ Италлинского технического университета были построены регрессионные модели и проведен анализ факторов, влияющих на мотивацию потребителей к участию в совместных разработках, а также выявлено предпочтительные способы такого участия. Параграф 3.2. Признавая несомненные достоинства диссертации, также считаю необходимым отмечить и наличие отдельных дискуссионных вопросов и замечаний. Первое. На странице 22.23 автор рассматривает различные подходы к определению понятий инновации. При этом такой источник, как руководство Осло, рассматривается как один из вариантов наряду с другими авторами. Такой подход у меня лично вызывает удивление. Все-таки руководство Осло – это международно признанный документ, устанавливающий терминологию в инновационной сфере, разработанный под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития и Европейского статистического бюро. Причем наше российское законодательство по своей сути основано именно на понятийном аппарате руководства Осло. При этом среди приведенных автором определений российский закон 127 ФЗ о науке и государственной ученической политике, где, кстати, определяется термин «инновация» и основан он на руководстве Осло, вообще не упомянут. 2. Я также не согласен с представленной автором на странице 24 ситуации возникновения малых инновационных фирм, получивших название «внешний венчур» или «спин-офф». Это термины, достаточно широко распространенные в мировой российской литературе. Возложение автора – это сторонняя малая фирма, инициатор технологической идеи, получившая финансовую поддержку крупной высокотехнологичной компании взамен пакета акций в малой компании. Принятый же в экономике подход, по моему мнению, определяет «спин-офф» как малую фирму, отпочковавшуюся от материнской компании, фактически учреждаемую ею, для реализации конкретного инновационного проекта. Кстати, именно такой подход содержится в статье Сергея Васильевича Валдайцева, на которую автор ссылается, но, повторяю, опять же, и позиция Валдайцева тоже отличается от позиции автора. Третий момент. В параграфе 2.3 приводится апробация модифицированной методики структурирования функций качества. В качестве исследуемого объекта, продукта, была выбрана система «Умный дом», созданная на основе сервиса компонентной технологии интернета вещей. Однако описание этой системы мне показалось излишне затянутым, занимает много места в работе, это более 10 страниц текста. Четвертое. В начале параграфа 3.1 говорится о малоактуальной ныне стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая и формально уже закончилась, и не выполнена оказалась. Вместе с тем, принятая в 2016 году стратегия научно-экологического развития России на период фактически до 2035 года, почему-то даже не была упомянута. Пятое. Не могло согласиться с утверждением автора на странице 85 о том, что в перечне объектов, входящих в технопарковые структуры, могут входить органы государственной власти. Шестое. Также категорически не согласен еще с одним утверждением автора страницы 97. Автор пишет, что исторически Эстонская Республика и Российская Федерация, в особенности ее северо-западная часть, имели развитые экономические и культурные связи на протяжении столетий, поэтому можно говорить о схожей ментальности населения. Считаю, что ментальность коренного населения Эстонии и россиян все-таки отличается, причем весьма существенно. Седьмое. Параграф 3.3 называется «Обоснование целесообразности создания и развития бизнес-инкубатора при Санкт-Петербургском госуниверситете». Однако у меня вопрос возникает. Зачем обосновывать целесообразность его создания, если он был создан более двух лет назад? Другое дело – это то, что востребованность его оказалась достаточно низкой по причине небольшого числа созданных при университете стартапов, их меньше 20 за все это время. Но это уже отражает общероссийскую проблему низкого уровня развития малого инновационного предпринимательства. Последнее. На странице 130 автор пишет, что в данной работе концепция совместного создания ценности рассматривалась как одна из составляющих инновационной инфраструктуры университета. Правомерность такого подхода у меня вызывает сомнения, поскольку установившееся определение инновационной инфраструктуры, включая трактовку федерального закона 127, о котором я уже говорил, рассматривает инновационную инфраструктуру как совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов. Это, на мой взгляд, вполне оправданное определение. Однако любая научная концепция к числу организаций явно не относится. Указанные недостатки замечания не затрагивают основных теоретических положений и практических рекомендаций, которые автор сделал в ходе исследования. И, на мой взгляд, на общую положительную оценку исследований не влияют. Представленные к защите диссертации написаны, еще раз хочу подчеркнуть, на актуальную тему. Сделанные в работе выводы отличаются научной новизной, достоверностью, обоснованностью. Выводы и рекомендации, полученные в результате исследований, могут применяться заинтересованными организациями. Ну и, также подчеркну, что научные публикации госпожи Рыбаковой достаточно полно отражают содержание диссертации и характеризуют автора как квалифицированного специалиста, владеющего современными методами научных исследований. Итог. Диссертация Юлии Владимировны Рыбаковой на тему концепции совместного создания ценности при разработке инновационных продуктов соответствует основным требованиям, установленным приказом университета от 1 сентября 2016 года о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском госуниверситете. Соискатель Юлия Владимировна Рыбакова заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук в специальности 08005 экономика и управления народным хозяйством. Пункт 11 уазного порядка диссертантам не нарушен. Коллеги, спасибо за внимание. Спасибо большое, Олег Владимирович. Тогда слово предоставляется Юлии Владимировне для ответа на критические замечания Олега Владимировича. Пожалуйста. Олег Владимирович, спасибо вам за комментарии и замечания. Соответственно, пойдем по списку. Исходя из ответа на первый вопрос, который касался определения инноваций, я подчеркну, что задачей автора в работе было показать семантически разные определения инноваций. Поэтому в работе приведены не только основополагающие определения, такие как руководство ОСЛА, но и различные вариации иных авторов, экспертов в области инноваций. Как вы отметили, я абсолютно с вами согласна. Руководство ОСЛА – это международно признанный документ, устанавливающий терминологию в области инноваций. И в соответствии с федеральным законом о науке и государственной научно-технической политике понятие инноваций определяется именно на базе терминологии руководства ОСЛА. Поэтому прямой ссылки на определение в работе нет в соответствии с законом российским. Касательно второго вопроса про спин-офф компании. Да, я полностью с вами здесь согласна. Спасибо. Возможно, это моя ошибка. Изложение понятия спин-офф компании не было отражено достаточно четко и точно. Касательно вопроса про необходимость описания системы умного дома. Вероятно, информация по описанию системы умного дома в работе немного избыточна. Но данное описание приводится с целью понимания сущности системы и возможных ее технических характеристик и способов воплощения. Данная информация является важной, так как технические характеристики приводятся для сравнения в доме качества при расчете индекса конкурентоспособности выводимого на рынок продукта. И кроме того, в описательной части системы умного дома приводится доказательство актуальности, инновативности этой системы и необходимости ее внедрения на рынок. Поэтому автор посчитал необходимым привести эту информацию для комплексного понимания анализа рынка по продукту. Касательно стратегии инновационного развития Российской Федерации. Да, наверное, корректнее было бы сослаться на стратегию научно-технологического развития России 2035, но так как стратегия 2035 является всеобъемлющей основой для разработки отраслевых документов, то автор в работе ссылается на то, что научно-технологическое развитие России возложено в большей степени на отдельные министерства, которые напрямую регулируют деятельность и устанавливают показатели для организации структур в той или иной отрасли. Касательно пятого замечания и перечня объектов, входящих в технопарковые структуры, здесь в данном случае автор имел, что элементами технопарка могут быть объекты, являющиеся государственной собственностью. Возможно, не совсем корректно было изложено. Касательно шестого вопроса и ментальности коренного населения Эстонии и россиян, да, безусловно, ментальность отличается. Но на потребительском поведении инновационной продукции, что было критически важным для настоящего исследования, это сказывается незначительно. Тем более, что при условии того, что процент русского населения в Таллине достигает 50%, в Таллине, где проводилось исследование. Касательно седьмого вопроса и обоснования целесообразности создания и развития бизнес-инкубатора при СПБГУ. Отметим, что исследование по обоснованию целесообразности создания проводилось несколько лет назад, и его результаты в том числе способствовали принятию решения о создании бизнес-инкубатора при университете. Сейчас на базе имеющихся данных были предложены варианты повышения эффективности деятельности бизнес-инкубатора через открытие на его базе, в том числе платформ по краудсорсингу и краудфандингу. И последний вопрос, да, вы абсолютно правы, здесь была допущена неточность в описании смысла, и корректнее должно было быть отражено, что концепция совместного создания ценностей рассматривалась как один из механизмов по развитию инновационной инфраструктуры университета. Отмечу, что этот факт отражается в работе, и поэтому искажение смысла в данном предложении критично не влияет на смысл. Спасибо, я удовлетворен ответами. Дальше, пожалуйста, слово для выступления предоставляется Ольге Николаевне Кораблевой. Ольга Николаевна, пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, актуальность темы диссертационного исследования «Концепция совместного создания ценности при разработке инновационных продуктов» обосновывается рядом положение, имеющее теоретическое и практическое значение. Прежде всего, в условиях набирающей силы маркетинговой парадигмы устойчивого развития происходит изменение ценностной ориентации бизнеса и возрастание значимости роли клиента как одного из ведущих стейхолдеров в контексте оптимизации бизнес-процесса. Реализация новых подходов приводит к необходимости повышения прозрачности деятельности компании, в рамках которых одну из ключевых позиций занимает клиент, ориентированный на ценности устойчивого потребления. При этом клиента ориентированность бизнеса распространяется на все этапы деятельности компании, звенья цепочки создания ценности, а клиент занимает проактивную позицию как инициатор и сотворец цепочки создания ценности. Нужно отметить, что вектор представленной концепции направлен на удержание и использование знаний и компетенции потребителя при производстве инновационно-кастомизированных товаров и услуг. Ключевым маркетингом бизнес-процессом становится управление опытом на базе цифровых платформ и мобильных приложений. В этих условиях необходимым современным инструментарием, который можно было бы задействовать при разработке клиента ориентированных инноваций, становится именно концепцией совместного создания ценностей. Основные положения диссертационного исследования основываются на глубоком анализе работ ведущих российских и зарубежных ученых, использовании современных научных методов, применении значительного объема самостоятельно собранной и обработанной информацией. Достоверность результатов авторского научного исследования обосновывается данными, полученными автором в ходе эмпирических исследований, а также согласованностью с экспертными оценками специалистов в данной научной области. При этом результаты были опробированы на научно-практических конференциях и отражены в ряде научных публикаций. На основе изучения представленной диссертации и других документов считаю возможным подтвердить достоверность новых научных результатов, которые способствуют превращению знания в области теории и практики маркетинга, а также управления инновациями. Следует отметить ряд положений работы. Прежде всего, внезен вклад в развитие терминологического аппарата, в частности, на основе проведенной систематизации предложено понятие клиента-ориентированной инновацией, под которыми автор понимает инновации, реализуемые с участием потенциального потребителя на различных стадиях их создания. Страница 29. Также проведено комплексное эмпирическое исследование, в рамках которого выявлено, что отдельные механизмы совместного создания ценности встроены в деятельность компании, но отсутствует структурированный подход к их использованию. Также анализ показал, что степень интенсивности применения этих механизмов не зависит от размера компании и видов ее деятельности. Страница 34-44. Автором усовершенствована методика структурирования функций качества с использованием концепции совместного создания ценностей применительно к инновациям. Была показана необходимость выделения трех сегментов потребителей в зависимости от их пожеланий и возможности участвовать в со-производстве продукта. Страница 54. Предложенной автором методики формализуется необходимость построения идеального потребительского концепта, который бы полностью удовлетворял запросы конкретного заказчика. И меняется последовательность действия в алгоритме относительно классической модели по созданию ценностей. Часть функций по созданию и обслуживанию инноваций заказчик по своей инициативе принимает на себя. Страница 54. Кроме того, в рамках работы новизной следует признать выводы автора, полученные в результате апробации существующей модифицированной методики для компаний, разрабатывающей систему умного дома, в ходе которой было выявлено, что на значение показателя конкурентоспособности влияет степень вовлеченности заказчика в процесс разработки инноваций. Страница 77-82. Кроме того, автор показывает, что возможность варьирования цены на продукт в зависимости от степени вовлеченности потребителя – совместное творчество. Страница 79-80. Авторам проведено обоснование необходимости модернизации структуры понятия «Бригада маркетингового действия». Страница 59-62. Уточнение связано с необходимостью внесения дополнений в контексте роли в этой структуре потенциального потребителя создаваемого инновационного продукта, что приводит к пересмотру функционального наполнения. Кроме того, на основе полевого исследования уровня инновативности и склонности к сотворчеству потребителей инноваций в зависимости от страновой принадлежности и социально-демографических характеристик подтверждена гипотеза о необходимости открытия специальных платформ совместного создания инноваций на базе университета, в частности, в Санкт-Петербургском государственном университете. Параграф 3.2. Несмотря на явные преимущества работы, в ней присутствуют дискуссионные положения. Следует отметить ряд вопросов терминологического характера. Например, в главе 3.2 диссертационной работы автор опирается на термин инновативность потребителя, но определение данного понятия не вводит. Кроме того, по нашему мнению, для достижения терминологического единообразия с другими исследованиями понятие «бригада маркетингового действия» следует трактовать как «команда маркетингового действия». Также в пункте 3.4 исследования даются рекомендации по совершенствованию инновационной инфраструктуры университета на примере Санкт-Петербургского государственного университета с учетом концепции совместного создания ценностей. При этом в основном уделяется внимание рассмотрению деятельности внутренних структур. Тем не менее, концепция совместного создания ценностей предполагает активное вовлечение внешних стейхолдеров. Также недостаточно обоснована целесообразность и возможность применения краудфандинговых инструментов в деятельности учебного заведения. В целом, можно сделать следующий вывод, что диссертация Рыбакова и Юлия Владимировна на тему концепции совместного создания ценностей при разработке инновационных продуктов соответствует требованиям, установленным приказом о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. А соискатель Рыбакова Юлия Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук в специальности 08005 экономика и управления народным хозяйством, управления инновацией. При этом пункт 11, указанного порядка диссертантов, не нарушен. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Николаевна. Тогда слово предоставляется Юлии Владимировны для ответов на замечания. Ольга Николаевна, спасибо за Ваши отзывы и за Ваши комментарии. Итак, переходя к ответам на вопросы, касательно первого вопроса и понятия инновативности, отметим, что термин инновативность потребителя был кумулятивно введен в работе по тексту и трактуется как склонность студентов к приобретению и использованию инноваций в числе первых и участию их в мероприятиях, посвященных инновациям. Касательно второго вопроса по возможным рекомендациям по совершенствованию инновационной инфраструктуры, то да, действительно можно было бы уделить и отмеченными Вам аспектам больше внимания и в дальнейшем в работе это будет учтено в последующих научных трудах. Спасибо, Юлия Владимировна. Слово для отзыва предоставляется Владимиру Владимировичу Платонову. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Вначале по поводу актуальности инновационной темы. Меня слышно, да? Да, слышно. Использование концепции совместного создания ценности позволяет компаниям увлекать потребителя в процесс разработки инноваций. В результате создаваемые продукты и услуги в большей степени соответствуют идеальной потребительской модели. Участники сотворчества становятся как разработчики неокор, так и разные виды бизнеса, а также и сам заказчик инноваций. Координаторам чаще всего выступает университет, различные платформы, созданные на его базе. Актуальным направлением является внедрение и использование концепции совместного создания ценностей на базе бизнес-инкубатора, где, с одной стороны, есть действенные механизмы, направленные на разработку инноваций, с другой стороны, пока не в полной мере применяются принципы совместного создания ценностей применительно к высшим учебным занятиям. Можно заключить, что существует потребность в научном осмыслении и выработке практических рекомендаций, с одной стороны, и недостаток работ, в которой бы рассматривались данные вопросы, с другой стороны. В силу данных соображений можно считать тему данной работы актуальной. Теперь степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, которые содержатся в диссертации, обеспечиваются. Глубокой проработкой источников, 219 источников, из них 80 источников на английском языке. Основой этих проработ являются актуальные зарубежные отечественные академические исследования, представленные в реферируемых научных базах, статьи в ведущих отечественных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАГ, и участие автора в научных конференциях. Кроме того, было проведено эмпирическое исследование, в рамках которых автор исследует инновационность и склонность к совместному творчеству среди студентов. В целом, результаты диссертационного исследования отборированы автором в 11 статьях и докладах на 4 конференциях. Достоверность новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Во-первых, авторам дополнен научно-терминологический аппарат в рассматриваемой области. На основе анализа достаточного числа источников было предложено авторское определение клиента ориентированных инноваций, страница 28-29. В нем автор показывает, что они включают инкрементальные инновации, создаваемые в результате выключения заказчиков в инновационный процесс на разных стадиях инновационного цикла. Также на основе данного определения сформулирована классификация совместных инноваций, которые приводят либо к сотворчеству, либо к сопроизводству. А также, и другой вариант, это когда они приводят к комплексным решениям. Во-вторых, выдвинуты и проверены авторские гипотезы о корреляции параметров инновационно-ориентированной компании с мерой и характером применения инструментов совместного создания ценности. Рассмотрена на страницах 36-43. В-третьих, диссертант предлагает модифицированную методику структурирования функций качества с вовлечением в разработку продукта на ее основе потребителя, а также построение идеальной модели товара, который на 100% бы удовлетворял потребителя, который участвует в разработке. Страницы 55-58. Также модифицирована модель, которая учитывает готовность клиента брать на себя часть функций по созданию сервису нового товара. Для данной модифицированной модели структурирования функций качества проведена пробация с расчетом показателей удовлетворения потребностей клиента индекса конкурентноспособности для системы «Умный дом». Страница 77-82. По сути, речь идет о методике. И, наконец, автор предлагает модифицировать организационную структуру компании, использующей концепцию совместного создания ценностей, в которую вводится представитель заказчика. Создаваемая сквозная структура от поставщика до заказчика способна создать дополнительные синергетические эффекты «Взникновение кооперации участников». Страница 62. Также выдвинутые и проверенные авторские гипотезы о мере взаимосвязи социально-демографических характеристик потенциального заказчика с его инновационностью и склонностью к совместному созданию ценности. Страница 100-120. И автор определил роль университета в процессе совместного создания ценности с заказчиком. Представленная модель включает в себя на реально краудфандинговую и краудсорсинговую платформу. Эффективность моделей инновационной структуры обуславливается использованием концепции четвертой спирали охватывая государство, науку, бизнес и потребители. Имеются в работе вопросы и дискуссионные положения. Первое. Эмпирическое исследование уровня инновационности студентов Петербургского государственного университета и Талтеха реализовано на основе корреляционного анализа. Учитывая цель диссертации, цитирую, применение совместных разработок в деятельности инновационно-ориентированных компаний, а также в форм ее реализации. Уместнее было бы моделирование структурными уравнениями или хотя бы факторный анализ с выделением главных компонентов. В этом случае результаты оказываются более информативными для обоснования предложений по развитию форм и методов управления. Хочу сказать, что в других частях работы автор применяется регрессионный анализ, но все равно, когда речь идет о развитии организационных форм, и вообще то, что у автора вообще сложная задача, в настоящее время делает диссертацию. Потому что, с одной стороны, это западное исследование, которое скорее исследование диссертационное, а с другой наша традиция, по которой мы скорее это не научные исследования, а разработки, которые обосновываются на основе научного исследования. Надо соединить одно и другое. В целом, автор успешно с этим справился, но вот тут, конечно, момент, безусловно, который требовал бы доработки, потому что, опять-таки, структурное уравнение и факторный анализ, не тот факторный анализ, коллеги понимают это, а стахастический факторный анализ, он как раз позволяет обосновывать такие формы. Следующее. Автор проводит анализ использования инструментов совместного создания ценностей в рамках инновационно ориентированных компаний в Российской Федерации. Для обоснования предложений автора представляется целесообразным сопоставить полученные результаты с выводами зарубежных исследований в данной области. Третье. Отметим, что фактор, цитирую, рынок, на котором преимущественно работает компания, B2C, B2B, заканчиваю цитатом, выделенный автором в ходе эмпирического исследования, страница 39, не относится к факторам внутренней среды компании. Выходит, аксюморон, рынок, да, и внутренний фактор. И классификация фактора выиграла, если бы автор воспользовался бы концепцией абсорбирующего потенциала. Четвертое. Автор приводит различные подходы к определению инноваций на странице 22-23. Среди них не упомянуты определения из федерального закона о науке государственной научно-технической политике. А в списке литературы данный закон указывается. Данные замечания и дискуссионные положения не оказывают влияния на положительную оценку представленного диссертационного исследования. Высокую значимость для науки практики полученных результатов. Надо процитировать. Диссертации Рыбакова и Юлии Владимировны на тему концепции совместного создания ценности для разработки инновационных продуктов соответствуют требованиям, установленных приказом по каким-то о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете соискатель Рыбакова Юлия Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08-2005 экономикой управления народным хозяйством управления инновацией. Пункт 11 указанного порядка диссертантам не нарушен. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Слово для ответа предоставляется Юлия Владимировна. Пожалуйста, Юлия Владимировна. Владимир Владимирович, спасибо за комментарий и за отзыв. Итак, перейдем к ответам на вопросы. Касательно первого вопроса и моделирования и обработки данных, на данном этапе авторам было принято решение о построении корреляционных взаимосвязей и рассмотрении рекрессионных моделей, как вы отметили. Но в дальнейшем в исследовании может быть дополнено и модернизировано с учетом новых факторов, в том числе, допустим, и психографических характеристик респондентов. И на базе этого можно будет уже строить многофакторные модели, которые, как вы отметили, спасибо вам, будут использованы в том числе и для обоснования предложений, форм и методов управления. То есть здесь исследование еще будет развиваться. Касательно второго вопроса и анализа зарубежного опыта отметим, что, безусловно, зарубежный опыт использования совместных разработок в деятельности инновационно-ориентированных компаний очень важен. И как продолжение данного исследования это сможет найти отражение в последующих научных работах. Касательно третьего вопроса и факторов, которые были включены, да, я здесь с вами соглашусь. Спасибо вам за комментарий. И действительно, да, в дальнейшем факторы и концепции, на базе которых рассматриваются модели, могут быть модернизированы. И четвертый вопрос касается определения инноваций. Соответственно, как я уже отмечала в своих ответах на вопросов для Олега Владимировича Матавилова, отмечу, что авторам была поставлена цель, да, и принято решение показать разные определения. И, соответственно, так как федеральный закон о науке и научно-технической политике дублирует определения из руководства ОСЛА, то было принято решение показать, привести в работе первый источник. Так, спасибо, Юлия Владимировна. Переходим далее. Пожалуйста, слово для отзыва предоставляется Алексееву Андрею Алексеевичу. Андрей Алексеевич, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте еще раз. Скажите, я могу близко к тексту своими словами или мне нужно зачитать? Да, конечно, да, конечно. Ну, просто, как любой отзыв, он содержит некоторые общие фразы, которым я не хочу утомлять своих коллег, поэтому по смыслу, но не отклоняясь от того отзыва, который был прислан по контексту и смысловому содержанию. Ну, сразу скажу, что я, конечно, поддерживаю работу, и что я хочу отмерить? Мы редко отмечаем актуальность как достоинство работы. Обычно какой-то самый вялый пункт в диссертационных исследованиях, и мы говорим просто, что она актуальна, и все формально. Я знаю научного руководителя, не столько соискателя, мы даже не встречаемся, ведь у нас ситуация и обстановка, и знаю его научную школу Николая Николаевича, поэтому мне было сразу интересно ознакомиться с работой, и что я должен отметить, в рамках его научной школы все, кто защищается, они всегда поддерживают очень четко актуальной тематики, то есть соответствующим такому международному мейнстриму дискурса, темы, то есть не надуманность тематики, а ее четкая привязанность к жизни и обоснованность с точки зрения в том числе и научной литературы, то есть соответственно то, о чем пишут, что актуально в данном случае. Степень обоснованности. Безусловно, считаю обоснованной, достаточно большое количество ресурсов приведены, гипотезы, исследования отвечают выбранной металлургической платформе, здесь вопросов у меня нет, так же, как об этом уже, наверное, сказали мои коллеги. Достоверность и новизна. Признаю работу достоверной, все данные, все экспериментальные данные меня полностью устраивают, они прозрачны, понятны, вопросов нет. Касательно пунктов научной новизны и то, как я их вижу, да, соглашаюсь, безусловно, с теми выдвинутыми позициями соискателя, тем не менее, сформулировал бы свое видение. Первое. Обоснование выбора маркетинговой последовательности этапа в 2G-пул модели инновационного процесса для предпринимателей, реализующих бизнес-модель совместно с созданием ценностей, продуктов и технологий. Второе. Детерминирование администрационно-экономического процесса взаимодействия с потребителем при совместной разработке инновационного проекта. Совершенствование методики кортирования функций качества, создаваемого продукта в бизнес-модели совместного создания ценностей, продуктов и технологий. Петвертое. Разработка инновационной структуры, совмещенной заказчиком и исполнительной группой исполнителей, функций участников, реализующих инновационный процесс инкрементальных нововведений. Пятое. Определение социально-экономических параметров, необходимых для мотивирования участников инновационного процесса, реализующих бизнес-модель совместного создания ценностей и инноваций. И шестое. Формулировка позиций функций университетов в инновационных процессах, построенных на взаимодействии заказчика и исполнителях в процессе разработки функциональности качества и стоимости морально новой продукции. Ну, я думаю, что вы подумали такими формулировками в проекте заключения. Значимость для науки и практики полученных результатов. Да, безусловно, мы практическую значимость увидели в третьей главе, и она уже доказана. Научное содержание определяется вышесказанной мной формулировкой шести научно-новых положений. Рекомендации по использованию результатов и выводов. Я так понимаю, что они уже используются в работе технопарка и других инновационных структур Санкт-Петербурга государственного университета, поэтому, наверное, мои рекомендации уже и не нужны, но тем не менее предлагаю включить данные материалы в учебные программы бакалавриата и магистратуры Санкт-Петербурга государственного университета и других учебных учреждений Санкт-Петербурга России. По содержанию, наверное, мы все услышали, наверное, нет смысла повторяться. По завершенности. Считаю, что работа завершенная представляет собой самостоятельное ретерационное исследование, постановки задачи, актуальные задачи, проведение, реализация экспериментальных данных и получение научно-новых результатов. Перехожу к дискуссионным, неоднозначным подходным положениям. Я их не формулирую как замечания, а именно как дискуссионные неоднозначные. Почему? Потому что в некоторых моментах, те, о которых я сейчас буду говорить, наверное, мы можем просто, как в том числе с диссертационного совета, поспорить. Хотелось бы отметить немного, всего три положения. Соискатель определяет предпосылкость возникновения концепции совместного создания ценности парадигму открытых инноваций. Да, мы знаем все хорошо знакомые с этой парадигмой, чья сборная и так далее. Но в том-то и дело, что она, на мой взгляд, не получила широкого распространения за пределами инфокоммуникационной отрасли. Там есть 10-12 платформ, не больше. И, в общем, как-то литература по открытым инновациям, по моему мнению, международная, как-то теряет интерес к этому вопросу и как-то платформа не имеет какого-то переноса на другие отрасли, не расширяется. А вот другой пунктик, где именно вопрос совместного создания ценностей инноваций встает очень остро и актуально, это вопросы инновационных экосистем. То есть вот там ядро экосистемы, в которые включен потребитель, как раз и задействует на самом деле вот именно эту концепцию. Сама вообще концепция инновационных экосистем и строится на логике совместного создания ценностей. Это вообще просто ядро и понимание самой экосистемы как новый концепт, да и не только концепт, а уже в Европе, простите, что это обзоры по существующим экосистемам, они все описаны, вот сейчас мы по гранту работаем, соответствующему прозрачной этой истории и там столько внутри, много кейсов в каждой инновационной экосистеме, в которой мы можем видеть четкое создание совместной ценности между заказчиком и исполнителем. Вот поэтому вот такой дискуссионный вопрос, что я бы во главу угла в методологическую платформу на месте соискателя отталкивался не от концепции Чесбурновских открытых инноваций, а от концепции инновационных экосистем. Потому что именно их логика строится на создании совместной ценности, да. В том числе Санкт-Петербургский госуниверситет. Я так понимаю, что тот бизнес-инкубатор, простите, не совсем разознакомься с его работой, наверняка строится как поле отраслевой, это разные отрасли. И каждое из вот этих фирм направлений входит в соответствующую экосистему, региональную или федеральную, и вот там как раз проявляется вот это создание совместной стоимости. Ну, впрочем, как всегда, выбор методологической платформы это авторское. Второе. К вопросу о выборе соискателей метод исследования, анкетные опросы при изучении природы и механизмов совместного создания ценностей инновационных процессов. Не буду долго аргументировать, почему я не согласен, в отзыве это представлено, и что я хочу сказать. Понимаете, на мой взгляд, анкетные любые количественные исследования, они хороши для тех явлений, которые уже состоялись и набрали свою статистику, чтобы мы могли по этой статистике увидеть это явление. Но когда мы говорим о применении совместного создания ценностей, мне кажется, в России это еще только стартовая концепция на уровне понимания. Ее исследовать через количественные методы вряд ли мы можем увидеть. Я бы здесь видел, на самом деле, кейс метод, кейс стадии, где мы бы увидели вот четко. Вот как вот, я, например, не могу набрать даже какой-то вот пул примеров, да, вот сейчас с ходу кейс-исследований и создания совместной ценности в России, да, вот надо рыться, да. Но раскрытие каждого из них показало бы нам специфику российскую и как это вообще в принципе работает. Поэтому здесь вот такое. Возможно, можно было бы использовать и то, и другое, добавить к опросам кейс-стадии, это бы показало, мне кажется, очень интересную, и бы, на самом деле, раскрыло бы природу совместного создания ценностей. И третье, ну третье такое, знаете, формальное замечание, вот очень большие куски, я, честно говоря, не люблю говорить, большие куски общеизвестных экономических публических знаний, да. Сравнение определений, инноваций, классификация, шкала Чедага, метод QFT, модель КАНО, система «Умный дом» и так далее, вот это общеизвестные вещи, на них можно просто сослаться, а если для кого-то они не общеизвестные, он может открыть интернет и об этом бегло прочитать, да. Хотелось бы, чтобы в работе больше было экономических рассуждений, да, а не констатации общеизвестных фактов. Впрочем, это не сильно влияет, на мой взгляд, на положительную оценку работы, которую я считаю, что вот он на достаточно высоком исследовательском уровне, да, характерно для научной школы профессора Молчанова, и позволит считать заключение. Диссертация Рыбакова Юлия Владимировна на тему «Концепция совместного создания ценностей при разработке инновационных продуктов соответствует основным требованиям, установленным приказом от 1 сентября 2016 года номер 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Сыскатель Рыбакова Юлия Владимировна заслуживает присуждение ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08-2005 экономик и управление народным хозяйством, управление инновацией. Пункт 11 указанного порядка диссертантом не нарушен». Спасибо. Благодарю вас. Я закончил. Спасибо большое, Андрей Алексеевич. Слово для ответа на ваше замечание предоставляется Юлия Владимировна. Пожалуйста, Юлия Владимировна. Андрей Алексеевич, спасибо за ваши комментарии. Да, действительно, вы подчеркнули много важных дискуссионных моментов, которые в дальнейшем смогут развить мое исследование и, соответственно, дали мне новую базу для размышлений. Касательно первого вопроса про инновационные экосистемы, да, безусловно, вы абсолютно правильно отметили, что это актуальная, релевантная тема для данной работы и, соответственно, в дальнейшем можно будет изменить, немного скорректировать мой взгляд на работу и, соответственно, рассмотреть ее под другим углом. Касательно второго вопроса и методов исследования, то здесь необходимо отметить, что авторам первоначально было принято решение, да, на начальном этапе проводить полевое исследование методом анкетирования. Да, это не идеальный метод и, соответственно, все отмеченные вами недостатки исследования имеют место быть. Но также я отмечу, что в целом наличие умеренной и слабой корреляционной связи для практических полевых исследований, проведенных методом анкетирования, является достаточно неплохим показателем, так как в реальном мире встречаются редко факторы, сильно коррелирующие между собой. И в дальнейших исследованиях по возможности будут использованы и другие методы опросов респондентов, и в том числе, да, метод case study, который сейчас набирает популярность и, соответственно, можно будет найти какие-либо примеры и раскрыть их в дальнейшей работе. Касательно третьего вопроса и приведения общеизвестных понятий и знаний в работе, то хотелось бы отметить, что работа в первую очередь является научной, поэтому подразумевает так или иначе разбор и анализ научных понятий и классификаций. И кроме того, авторам в некоторых моментах было принято решение на некоторых аспектах, например, как система «Умный дом» становиться наиболее подробно для более четкого понимания продукта и анализа рынка. Спасибо. Спасибо, Юлия Владимировна. Уважаемые коллеги, которые уже озвучили свои отзывы, скажите, пожалуйста, вас устраивают ответы, Юлия Владимировна, на ваши замечания, комментарии? Да, устраивает. Да, устраивает. Я все услышал. Спасибо. Ольга Николаевна, вас устраивает? Да, устраивает. Спасибо. Да. Тогда продолжаем. Ну, поскольку у нас член диссертационного совета Имра Добаш отсутствует, тогда я зачитаю его отзыв. Значит, в отзыве подчеркивается актуальность избранной темы, также раскрывается степень обоснованности научных положений выводов и рекомендаций, которые сформулированы в диссертации, также формулируется научная новизна, вклад Юлии Владимировны, научный вклад Юлии Владимировны в проведенное исследование. Ну и я вот коротко остановлюсь на научной новизне. Автором был уточнен терминологический аппарат в рамках теории открытых инноваций, в частности, обосновано положение о переходе к клиента ориентированным инновациям. Также диссертант предложил модифицированную методику структурирования функций качества с передачей части функций по производству и сервисному обслуживанию нового товара заказчику. Помимо этого, предложено было модифицировать функциональную организационную структуру компании, занимающейся разработкой клиента ориентированных инноваций, введя в состав группы покупателей инновации, что дает возможность создания индивидуализированного продукта для конкретного заказчика. В рамках эмпирического исследования с использованием регрессионных моделей была подтверждена гипотеза необходимости открытия платформы совместного создания ценностей на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Это новые научные положения, которые имеют место быть в диссертационном исследовании Юлии Владимировны. Также отмечаются замечания и вопросы. Во-первых, следует признать, что автор добросовестно проанализировал достаточное число подходов к определению инноваций, прежде чем предложить свое определение клиента ориентированных инноваций. Тем не менее, представляется, что автору следовало бы более четко обозначить отличие понятия клиента ориентированной инновации от понятия открытой инновации. Второе замечание – это нежелательное использование общепринятых аббревиатур в заголовках раздела 2.1, раздела 2.3. И последнее замечание – в рассматриваемой работе автор пишет, что потребитель испытывает эмоциональную радость страница 15 от участия в процессе совместного создания ценностей. И, значит, задается вопрос, относится ли это к рынку B2B. Пожалуйста, Юлия Владимировна. Да, несмотря на замечание, представленная работа обладает высокой степенью обоснованности, достоверности научных положений, выводов, рекомендаций. Диссертация Рыбакова и Юлии Владимировны на тему «Концепция совместного создания ценностей при разработке инновационных продуктов соответствует требованиям, установленным приказам от 01.09.2016 года, номер 68.21.1 о порядке присуждений ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Соискатель Рыбакова Юлия Владимировна заслуживает присуждений ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08005 экономику управления народным хозяйством, управления инновациями. Пункт 11 указанного порядка диссертантам не нарушен. Подпись члена диссертационного совета, профессора экономического департамента, Будапештский университет технологии и экономики, Будапешт, Венгрия. Лена Михайловна, спасибо, что вы зачитали отзыв Имра Добыша. Кратко отвечу на все комментарии. Касательно отличия и определений открытых инноваций, клиентоориентированных инноваций, необходимо отметить, что открытые инновации предполагают разработку продуктов в сотрудничестве с партнерами и покупателями, в то время как клиентоориентированные инновации, в отличие от открытых инноваций, предполагают увеличение потребителей в процесс сотрудничества и разработки на всех стадиях производственного цикла. Касательно второго вопроса использования различных аббревиатур, да, в дальнейшем я учту этот момент и исправлю. И третий вопрос относительно эмоциональной радости. Можно говорить о том, что в большей степени, безусловно, эмоциональная радость присуща для рынка B2C, когда конечный потребитель, участвуя в процессе совместной разработки, по сути, сам для себя создает продукт, но нельзя исключать этот фактор и для рынка B2B, когда компания в лице конкретных сотрудников занимается совместной разработкой. И в данном случае сотрудники, участвующие в совместной разработке, испытывают эмоциональную радость от причастности к созданию продукта, который в итоге будет использован для компании, компании для получения прибыли в том числе. Спасибо, Юлия Владимировна, и тогда мой отзыв. Работа добротная, очень интересная, актуальная и с точки зрения теории, методологии и с точки зрения практической стороны данного исследования. Но я коротко остановлюсь на новизне, расскажу о научном вкладе Юлии Владимировны и некоторые упущения, которые имеют место быть в ее диссертационном исследовании. Что касается положений научной новизны, то здесь отметим следующее положение. Вызывает интерес авторская трактовка клиента ориентированных инноваций, страница 29, и трансформация моделей и компаний при переходе к этим инновациям, страница 31. Обосновано положение о переходе к клиента ориентированным инновациям в результате исследования теоретических подходов и бизнес-моделей в рамках теории открытых инноваций. Второе. Следует согласиться с мнением автора о новой роли маркетинга как стратегического инструмента управления вовлечением и интеграцией партнеров и потребителей в инновационный процесс. Страница 31. Отличается новизной. Третий пункт. Рассмотрение инструментов концепции совместного создания ценности российскими инновационно-ориентированными компаниями, страница 55, 60. В-четвертых. Как значительный вклад автора необходимо рассматривать апробацию им расчета индекса конкурентоспособности системы «Умный дом» и индекса удовлетворения потребности покупателя, страница 77, 82. Пятое. Проанализирована динамика использования инструментов концепции совместного создания ценности российскими инновационно-ориентированными компаниями на базе проведенного полевого исследования на примере компании Санкт-Петербурга. Проверены авторские гипотезы о взаимосвязи параметров инновационно-ориентированной компании с объемом и характером применении инструментов совместного создания ценностей, страница 33, 44. Шестое. Исследована склонность современного потребителя к участию в сотворчестве и в сопроизводстве при разработке продукта. На базе проведенного полевого исследования выделены инновативность потребителей, склонность к сотворчеству в процессе создания и потребления товаров, мотивация потребителей к участию в совместных разработках, а также предпочтительные способы участия в совместных разработках. Также авторам предложена модель инновационной инфраструктуры университета, которая включает в себя краудфандинговую и краудсорсинговую платформы, страница 127-135. Научные положения достоверные, обоснованные, ну и хочется отметить ряд недочетов и упущений автора. Так, в частности, рассматривая клиента ориентированность инноваций, автор правомерно соотносит их с повышением успеха компаний на рынке. Но в конкурентной среде важным является аспект о типе, создающейся с потребителем инноваций, базисной, улучшающей или рационализирующей. Этот аспект не только указывает на степень кардинальности изменения потребительского поведения, но и определяет устойчивость конкурентного преимущества получаемого компанией. Этот аспект особенно важен, когда автор обращается к определению целей сотрудничества, страница 21. Также вызывает недоумение то, что автор своей концепции клиента ориентированности инноваций не использует подходы к их определению, представленные маркетологами, хотя неоднократно подчеркивает обращение к маркетингу инноваций. Это просматривается на странице 7, странице 10 и 14.15. Далее информация о бригаде маркетингового действия, особенно ее стадии, как представляется, не содержит новизны. Эта информация содержится на странице 61.62. Не совсем понятна цель описания системы «Умный дом», не несущего смысловой нагрузки, страница 62.70. Кроме того, работа имеет структурные недостатки. Например, непонятно, к какому разделу относится текст на странице 89.96. Но данные замечания никак не влияют на высокую оценку данного диссертационного исследования, высокое качество предоставленной работы диссертационной и общее заключение по диссертации Рыбаковой Юлии Владимировны на тему управления брендом инновационной продукции, соответствует основным требованиям, установленным приказом. От 01.09.2016 года, номер 6821-1, о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете соискатель Рыбакова Юлия Владимировна заслушивает присуждение ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08005 «Экономика и управление народным хозяйством, управление инновациями», пункт 11 «Указанного порядка диссертантам не нарушен». Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Пожалуйста, Юлия Владимировна, вам слово. Елена Михайловна, благодарю вас за отзыв и за комментарии. Касательно ответа на первый вопрос, то, безусловно, аспекты типы разрабатываемой инновации важен при анализе, и в работе автор ограничивает применимость понятия клиентоориентированных инноваций, отмечая, что чаще всего это инкрементальные инновации. Касательно второго вопроса и приведения маркетинговых определений, то необходимо отметить, что в работе был отражен подход Трифиловой Ирины Николаевны, которая пишет о клиентоцентричных инновациях и ее позиция сходна с авторской. Остальные же авторы пишут о клиентоориентированном подходе при создании инноваций, но это несколько иное. Касательно ответа на третий вопрос о бригаде маркетингового действия, то здесь новизна предложения по реорганизации бригады маркетингового действия заключается в том, что потенциальный потребитель должен принимать участие в процессе разработки и создания нового продукта на всех стадиях цикла. То есть здесь идет именно речь о внедрении потребителя в процесс разработок на всех стадиях. Касательно вопроса про описание системы «Умный дом», я уже ранее отвечала Олегу Владимировичу про это. То есть здесь я подчеркнула, что автор посчитал необходимым привести эту информацию для комплексного понимания анализа рынка по продукту. И если говорить про последнее замечание, то анализ деятельности европейских бизнес-инкубаторов был приведен автором в работе с целью определения и понимания механизмов создания и функционирования бизнес-инкубаторов. И в дальнейшем на основе данного анализа были выдвинуты гипотезы и сделаны выводы о необходимости создания и развития бизнес-инкубатора при Санкт-Петербургском государственном университете. Спасибо, Юлия Владимировна. Хорошо, спасибо. Так, продолжаем наше заседание и приступаем к оглашению вопросов, поступивших в течение заседания, касающихся текста диссертации, размещенной на сайте. Вот, значит, вопросы последовали от Хабибулиной Виолетты Максудовны. Она приветствует всех присутствующих. Это кандидат биологических наук, социальный статус безработный, академический статус независимая исследовательница. Значит, вот у нее следующие вопросы. Значит, первый вопрос у нее по дизайну исследования. Как вы операционализировали само понятие изучаемого, разработка инновационного продукта с учетом того, что по задачам и методам у вас очень похоже на исследования в социологических и психологических науках. Иными словами, как вы и ваши респонденты не выдавали желаемое за действительное или не откликались на социальные ожидания проекта из Санкт-Петербургского государственного университета. То есть, пожалуйста, Юлия Владимировна, вам понятен вопрос? Или еще раз? Еще раз, да? Значит, как вы операционализировали само понятие изучаемого, то есть понятие разработка инновационного продукта, с учетом того, что по задачам и методам у вас очень похоже на исследования в социологических и психологических науках. Это первый момент. Я думаю, что вот эта суть выражена первого вопроса в этой фразе. Спасибо за вопрос. Соответственно, здесь стоит отметить, что в первую очередь целью исследования являлось, скажем так, изучение инновативности и склонности к сотворчеству респондентов. Да, безусловно, здесь идет исследование на стыке социологии и экономики, но мы в том числе опрашивали и в анкете это отражено, респондентов относительно их потребительского поведения, что является экономическим понятием. И, соответственно, можем утверждать, что это исследование носят в том числе и экономические выводы и могут быть использованы для улучшения маркетинговых стратегий компаний, которые работают с потребителем. Здесь мне хочется еще зачитать продолжение этого первого вопроса. Она адресует к отзыву господина Бояркова, который свидетельствует о сложности ключевого понятия диссертации. Вы работаете в холдинге инновационной технологии. Явно, что это маркетинговый ход для получения госфинансирования. Как Вы можете прокомментировать заявление? Скажем так, деятельность холдинга и конкретного исследования напрямую никоим образом не коррелирует. Соответственно, да, методы были использованы при различных проектах, которые реализуются в рамках холдинга, но получение господдержки, как мы видим, в данной работе не рассматривается. Эти данные не могут быть использованы для получения государственной поддержки. Потому что, как мы все знаем, программы развития, в том числе, которые реализуются Министерством промышленности Российской Федерации, направлены немного на другое в отрасли радиоэлектронной промышленности. Соответственно, объектами этой поддержки являются другие проекты и немножко другие компании. Спасибо, Юлия Владимировна. Значит, второе замечание. Какая логическая связь опроса студентов с целью проведения диссертационного исследования? Кстати, ингруппы под сильным принуждением были очень эффективны при сталинизме. В скобочках и в кавычках шарашке. Однако это забытое прошлое и для нашей страны, надеюсь, и для экономического развития. Ну вот такой вопрос. Пожалуйста, что можете ответить. Спасибо за вопрос. Начнем с конца, что понятия ингруппы сейчас достаточно разные. Ингруппы в том числе подразумевают под собой потребителей той или иной продукции и различных услуг. Поэтому никаким образом с репрессиями мы связывать это не должны и не будем. И, соответственно, исследование проводилось с целью необходимости модернизации структуры, которая есть в университете для того, чтобы улучшить ее деятельность и повысить результаты эффективности. Спасибо. И вот последний вопрос, Виолетты. Сравнивали ли вы свои результаты и исследования с другими? Например, по ту сторону Большой Невы в Европейском университете в Санкт-Петербурге были масштабные исследования инновационных технологизированных предприятий. Я помню личный доклад руководителя группы исследователей Игоря Федюкина. Еще до его должности заместитель министра Миноборнауки. Значит, это было в 2011-2012 годах. То есть сравнивали ли вы с какими-то другими исследованиями свое исследование? Спасибо за вопрос. Безусловно, некий сравнительный анализ был проведен. И, конечно, с учетом того, что еще при президенте Медведеве инновативность и инновационные компании активно развивались, то исследований и людей, которые занимались этими аспектами, было достаточно много. Поэтому я лично не знакома с тем человеком, который вы, и с его исследованием, которое вы упоминаете, но в дальнейшем также ознакомлюсь и приму к сведению ваши комментарии. Спасибо. Спасибо большое Виолетта Хабибулина. Тогда продолжаем дальше наше заседание диссертационное. Так, пожалуйста, значит, еще поступили внешние вопросы, комментарии. Пожалуйста, подойдите сюда, представьтесь, фамилия, имя, отчество. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Слепинина Александра Константиновна. Я магистр Санкт-Петербургского государственного университета по направлению экономика фирмы, а работаю соорганизатором и управляющей сетью пунктов выдачи. У меня два вопроса к Юлии Владимировне возникло в ходе исследования. Первый. Не считаете ли вы, что концепция данная в принципе применима преимущественно к рынку B2B, потому что на рынке B2C она ведет либо к созданию маломасштабируемого продукта, либо к... оказывается невостребовано, потому что сильно ограничивает конкуренцию на данный момент на потребительском рынке, в то время как на рынке B2B это действительно могло бы стать более эффективным способом решения актуальных отраслевых, например, задач. Александра Константиновна, спасибо вам за вопрос. Нет, я так не считаю, потому что на рынке B2B в принципе достаточно давно уже реализуется концепция того, когда продукт создается конкретно под заказчика, но на рынке B2C данные тенденции появились совсем недавно, около, наверное, 10 лет назад, и рынок сейчас поворачивается именно в активное использование данной концепции именно на рынке B2C, потому что потребитель становится настолько избирательным, и он хочет, чтобы компания удовлетворяла так или иначе его потребности, его запросы. И в том числе, как я уже отмечала в своей работе и в докладе, это помогает потребителю не только получать тот продукт, который он хочет для себя, но и, соответственно, экономить при этом материальные средства. Для компании же, с точки зрения производителя, часто передача опций на выбор потребителю не несет никаких затрат, поэтому он может свободно варьировать в рамках масштаба данный продукт под конкретного потребителя и никаких потерь при этом не нести. Хорошо. Второй вопрос. Если вы оцениваете возможность и необходимость создания бизнес-инкубатора, оценивали ранее, и его деятельности на базе нашего университета, почему совсем не обращаетесь к, можно сказать, более успешному опыту университета ИТМО, который, мало того, что начал реализацию раньше, ведет более открытую политику взаимодействия проектов с внешними участниками рынка, такими как инвесторы, стейкхолдеры, государственные организации и так далее, то есть, может быть, именно оценка этого опыта позволила бы на старте избежать и более адекватно понимать, нужны ли такие сложные механизмы, как краудсорсинговые и краудфандинговые платформы. Спасибо за вопрос. Да, действительно, здесь я соглашусь, что в рамках особенно петербургской действительности бизнес-инкубатор при университете ИТМО и последующем их создании технопарка, который они анонсируют уже много лет, и мы надеемся, он будет когда-то создан, является крайне хорошим примером и опытом. В рамках моей работы было проведено исследование по анализу деятельности европейских бизнес-инкубаторов, потому что на тот момент Европа активно развивала и уже давно являлась участником рынка университетских бизнес-инкубаторов, и, соответственно, была проанализирована их деятельность. И на базе этого были сделаны уже, скажем так, выводы о том, каким образом можно на базе Петербургского государственного университета реализовать данную структуру. Но, безусловно, да, ваше замечание абсолютно справедливо и верно, что даже здесь на местном рынке можно увидеть прекрасные примеры, как они реализуются, и перенять часть успешного их опыта, и посмотреть, какие провалы были у них, чтобы это нивелировать дальше при создании нашей структуры здесь. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо вам за вопросы и вам, Юлия Владимировна, за ответы. Продолжаем дальше наше заседание диссертационного совета. Пожалуйста, выступление научного руководителя. Уважаемый Николай Николаевич, просим вас рассказать нам о соискателе, о его работе. Пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, действительно моя задача представить нашу диссертанку. Вот с точки зрения квалификации, я работаю с Юлией Владимировной уже около 10 лет. Под моим руководством на отлично была защищена бакалавровская работа, магистрская диссертация, выпускная квалификационная работа в аспирантуре. Юлия Владимировна прекрасно владеет методологией полевых и кабинетных исследований, методами эконометрики, соответствующими программными пакетами, владеет английским языком. Она постоянно выступает на международных научных конференциях с докладами в Доме ученых. Хочу напомнить, что она на высоком уровне ведет занятия в академической гимназии при СПБГУ. Вот буквально в настоящий момент руководит практикой наших студентов. И, в общем-то, я очень коротко резюмирую, она действительно является представителем школы инноватики экономического факультета СПБГУ, за которого не стыдно. Спасибо огромное, Николай Николаевич. Тогда продолжаем дальше заседание нашего диссертационного совета. И я сообщаю следующую информацию. Поскольку мы проводим наше заседание с участниками, находящимися в удаленном режиме, то остались ли у членов диссертационного совета и у присутствующих, у самого соискателя ученой степени, какие-то неотвеченные, непонятные вопросы, связанные с работой в режиме удаленного доступа. Если есть какие-то вопросы, комментарии, прошу, изложите, пожалуйста. Так, ну, я вижу, вопросов нет. Тогда продолжаем. Уважаемые коллеги, сейчас у нас есть возможность перед началом голосования объявить перерыв для обсуждения результатов защиты при отключенном звуке трансляции. Как вы считаете, нужен нам такой перерыв для обсуждения результатов защиты? Или не требуется такого перерыва? Как вы считаете, пожалуйста, Ольга Николаевна, нужен такой нам перерыв? Скажите, пожалуйста. Я готова сразу же объявить свое решение, поэтому мне перерыв не требуется. Если, может быть, кому-то другим коллегам требуется. Сейчас мы спросим. Так, Владимир Владимирович, не требуется. Пожалуйста, Андрей Алексеевич, ваше мнение. Решение готово. Так, нет. У меня тоже картина сложилась, мне все понятно, не требуется. Коллеги, нет, ну, я тоже, значит, говорю нет, поэтому ставлю вопрос о присуждении Рыбаковой Юлии Владимировне, ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 08005 экономика и управления народным хозяйством, управления инновациями, на открытое поименное голосование. Напоминаю, что решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительным, если за него проголосовало более половины, но не менее трех членов диссертационного совета, участвовавших в заседании, согласно пункту 23 порядка. Пожалуйста, член совета Матавилов Олег Владимирович, ваше мнение. Так, спасибо. Член диссертационного совета Алексеев Андрей Алексеевич, спасибо, ваше мнение. Так, Кораблева Ольга Николаевна, пожалуйста, ваше мнение. Я за. Так, хорошо. Платонов Владимир Владимирович, ваше мнение. За. Спасибо. Я, как председатель диссертационного совета, тоже за. Ну, теперь, глубоко уважаемые коллеги и гости, объявляю, что из шести участвовавших в голосовании диссертационного совета, членов совета, пять проголосовало за, проголосовало против нет, воздержалось нет. Решение о присуждении Рыбаковой Юлии Владимировны, ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 08-0005, экономика и управление народным хозяйством, управление инновациями, принято. Уважаемые коллеги, в связи с тем, что наше заседание проводится с участниками заседания в режиме удаленного доступа, есть ли у членов диссертационного совета или у соискателя и других присутствующих вопросы, замечания по процедуре проведения заседания. Пожалуйста, требуется получить ответ от всех. Поэтому, Ольга Николаевна, ваш. Ага, у меня нет никаких замечаний. Андрей Алексеевич. Замечаний и пожеланий нет, все на высшем уровне, спасибо. Так, ясно. Владимир Владимирович. Я. Олег Владимирович. Замечаний и вопросов нет. Ну, я тоже не имею никаких замечаний, никаких вопросов. Тогда переходим к заключительному слову соискателя. Слово предоставляется Юлии Владимировне. Спасибо всем большое. Я, прежде всего, хочу выразить благодарность всем членам диссертационного совета. Спасибо вам за то, что вы нашли время для ознакомления с моей работой. Спасибо вам за комментарии и замечания по исследованию. Это важные аспекты, которые помогут мне в дальнейшем расти и развивать научные взгляды. Кроме того, я хотела бы поблагодарить всех сотрудников отдела по обеспечению деятельности диссертационных советов за помощь и поддержку. Даже, казалось бы, в сложных тупиковых ситуациях, обусловленных текущими обстоятельствами, нам всегда удавалось найти решение. Также я благодарю всех членов кафедры экономики, исследований и разработок за строгость, критичность и искреннюю поддержку. Это не только отразилось в улучшении моей работы, но и придавало мне уверенности, что я на правильном пути. И, конечно, моя особая благодарность моему научному руководителю Николаю Николаевичу Молчанову. Спасибо вам за ваше наставничество, за веру и за чуткую настойчивость. Спасибо вам за то, что в это непростое время вы всегда были рядом, и это придавало мне уверенности. И, конечно, спасибо большое моей семье и моим близким друзьям, которые разделяли мою тягу к академической науке и стимулировали меня продолжать эту деятельность в период упаднических настроений. Спасибо всем большое. Спасибо, Юлия Владимировна. Но я от всех членов диссертационного совета, от присутствующих, поздравляю вас с успешной защитой. Поздравляю. Мы желаем вам прекрасного будущего на научном поприще и во всех остальных сферах, которые вам будут интересны. В этой связи наше заседание объявляется закрытым. Благодарю всех за участие в данном диссертационном заседании. Прошу отключить прямую трансляцию заседания. Прошу отключить прямую трансляцию заседания. Прошу отключить прямую трансляцию заседания. Прошу отключить прямую трансляцию заседания.